Это видео будет про компоненты. Компьютерные компоненты, которые Gigabyte показала на Computex 2024. И презентация, которая прошла в нулевой день, целиком была посвящена компонентам для работы с искусственным интеллектом. И здесь компьютер в сборе с материнской платой для ИИ, с видеокартами для ИИ, с блоком питания для ИИ и с SSD для ИИ. Из видеокарт для искусственного интеллекта у Gigabyte в этом году три варианта. Один из них на решении NVIDIA. Это RTX 4070 Ti Super с 16 гигабайтами видеопамяти. То есть в сумме этот компьютер может иметь 64 гигабайта видеопамяти. Не каждая модель влезет в этот объем, хотя утилита Gigabyte AI Top Utility, специально для работы с нейросетями, сама берет на себя все заботы о том, как использовать не только видеопамять, но и оперативную память, и место на SSD. Но чем больше видеопамяти, тем большая модель туда влезет, и быстрее она будет работать. Поэтому Gigabyte представил еще две видеокарты на решениях AMD, и там намного больше видеопамяти. Хотя известно, что большинство инструментов для работы с нейросистемой заточены под видеокартой NVIDIA и ее технологию CUDA. Другой компьютер, он очень похож на тот, что мы показывали только что, но этот собран с видеокартами на базе GPU AMD. Gigabyte сегодня показал две таких видеокарты. Это W7900 и W7800. Они отличаются объемом видеопамяти от 48 гигабайт и 32 гигабайт, соответственно, и оба варианта больше, чем в случае с решением на базе NVIDIA. И в этом компьютере стоят четыре видеокарты с общим объемом видеопамяти 192 гигабайта, в которые влезут очень большие модели. И прямо сейчас здесь запущена до обучения модели DeepSec V2 с 236 миллиардами параметров. Из материнских плат самая важная для гигабайт новинка здесь – это плата TRX50EI TOP. Она предназначена для исследователей искусственного интеллекта. У нее 8 слотов для памяти общим объемом до 2 терабайт, 4 слота для видеокарт, 4 разъема для SSD и 2 порта 10 гигабит Ethernet. Для простых смертных гигабайт представило 5 материнских плат, предназначенных для новых процессоров Ryzen, представленных накануне. У всех них общие конструктивные особенности. Например, есть кнопка для извлечения видеокарты, есть индикатор посткодов, чтобы было понятно, из-за чего не запускаются компьютеры, если это вдруг случилось. Ну, кроме, может быть, платы B650E Aorus Stealth Size, потому что у нее разъемы сзади и, возможно, индикатор тоже сзади. Это, кстати, новый тренд. Мы видели очень много таких плат на этой выставке и много корпусов для плат, у которых разъемы расположены на обратной стороне. Ну и у всех у них радиаторы и просто декоративные пластины снимаются без отверток, они держатся на защелках. Вот это, например, радиатор для трех SSD. Для поклонников платформы Intel тоже нашлось 9 новых материнских плат, и у них тоже те же самые конструктивные особенности и удобства. И, кстати, обратите внимание, что из всех этих плат половина белые. Это тоже новый тренд. Это были компоненты Gigabyte для искусственного интеллекта и не только, а еще больше репортажа из Computex 2024 у нас на канале. Подписывайтесь, заходите, смотрите. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok